Поговорим о свойствах треугольника Паскаля. Это красиво, и в конце концов наполнить числосочетание полезно. Для начала, что такое треугольник Паскаля. Безусловно, мог бы написать еще много строк. В общем, я не хочу, потому что я хочу взять какую-нибудь строчечку, одну, ну скажем, вот последнюю, которую я написал, 1, 5, 10, 10, 5, 1. И написать несколько арифметических примеров. Результаты будут довольно удивительные. Первый пример выведу так. 1, минус 5, плюс 10, минус 10, плюс 5, минус 1. Это сколько? Это 1. Это, конечно, 1. А вот дальше, смотрите, что я вспомню. Это же на самом деле нулевое число треугольника. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. А давайте я каждое из чисел сочетаний умножу на его номер. Замечательным образом тоже получится номер. Умножу на квадрат номера. На куб номера. На четвертую степень номера. На пятую степень. На шестую степень. Давайте все это аккуратно выпишем. Ну, а главное, посчитаем. Свойства треугольника Паскаля. Написали несколько строчек. Ну, дошли до пятой. Можно было дошли дальше. А дальше на левой доске написаны разные арифметические выражения. Их надо все посчитать. И получится удивительный ответ. После чего мы, конечно, этот ответ будем доказывать. Третье, четвертый степень номер. Абсолютно верно. А там? Для пятой минус 120. Сколько? Для пятой минус 120. У вас получилось минус 120. Так, а здесь? А минус 1700. Ну, а слушайте, а можете вы 1800 разделить на 120? Минус 1800. Ну, а на сколько можете? Минус 120 на 15. Да, это на самом деле то же самое, что минус 120 умножить на 15. Вот если вы догадались, что такое 15, вообще-то это сумма числа от 1 до 5. Знаете такое? 1 плюс 2 плюс 4 это 10. Можно было бы еще одну строчку написать. Ну, я уже поленился. Если взять не шестые степени, а седьмые, то там бы у вас получилось то же самое, это минус 120 умножить на сумму квадратов чисел от 1 до 5 и сумму их попарных произведений. Ну, на самом деле можно и дальше, но дальше уже формулы будут еще тяжелее. Вот наша цель доказать. Во-первых, согласитесь, что уже вот эти нули впечатляют. Правда? Потому что казалось, что странные числа, а почему-то получается ноль. Вот. Так вот, мы разными способами сегодня докажем этот факт. В том числе, что это просто докажет сначала. То есть, ну как, у нас есть формула для чиселосочетания, правда? А потом увидим связь между этой формулой, которую мы получим. И, например, интерполяционной формулой Лагранжа. Или свойствами антисимметрических вражений. Ну, то есть там есть много разных интересных задач, частными случаями которых является вот эта вот наша замечательная штука. Наверное, начнем с, просто с того, чтобы докажем, наверное, как выглядит равенство, ну, если не искать какую-то такую глубокую мысль, а просто вот их выписать. То есть, если мы берем сумму, в которой число сочетаний умножено на некоторую степень своего номера. Так? Сумма. Число сочетаний из n по k. Умножить на k в степени s. Да, и еще очень важно. Знак очередующийся. То есть, еще надо умножить на минус 1 в степени k. Да? Поскольку она у нас будет много раз, я ее обозначу как-нибудь, скажем, будет у нас на фоне. Прошу, не переписывай. Так вот, что я хочу доказать? Я хочу доказать, что f от ns равно нулю, если s меньше, да? Я хочу доказать, что f от nn минус 1 в степени n умножить на n факториал. Дело в том, что если вы взяли не 5, а 4, то там получился плюс. Я не буду сейчас считать, но поверьте. Я хочу доказать, что f от n, n плюс 1, это есть минус 11 в степени n умножить на n факториал умножить на сумму чисел от 1 до n. Господа, на самом деле я мог бы написать и для n, n плюс 2, я повторяю, там была бы в скобках не сумма чисел от 1 до n плюс 1, а сумма квадратов плюс сумма всевозможных поправных произведений. Но я даже не буду, потому что доказывается ровно так же, сколько времени потратить. Я это утверждение сейчас буду доказывать индукцией по n. Понятно, что база индукции самая простая может быть, да? Например, можно взять в качестве n единицу. Смотрите, это что такое будет. s меньше n, значит, s0, да? Единица, это такая точка, 1 минус 1, это 0. Отлично, проверили для этого единицы. Что такое 1, 1? Это 0 умножить на 1, минус 1 на 1, это минус 1. Ну и действительно минус 1. Вот, замечательно. Теперь для квадрата 0 умножить на 1, 0 в квадрате умножить на 1, минус 1 в квадрате умножить на 1, это будет по-прежнему минус 1. Ну а здесь 1 факториал, здесь сумма числа от 1 до 1, это тоже 1. Отлично. База индукции у нас есть. База индукции у нас есть, все хорошо, все прекрасно. Теперь нужен индукционный переход. Ну, к счастью, он, в общем, совершенно бескидностный. Пусть для n, вот эта теорема верна, посмотрим для n плюс 1. Сумма 0 меньше или равно k, меньше или равно чем n плюс 1. Нужно сочетание из n плюс 1 полу k. k в степени s. Минус 1 в степени k. Только давайте все-таки три случая выбирать отдельно. Давайте так, s меньше чем n плюс 1, да? Пусть будет так. Да, еще, правда, что когда s равно 0, то мы это уже знаем. Это просто свойство, что когда берешь строчку треугольника паскаля, то когда поставишь плюс и минус, то будет 0, да? Это мы знаем, ведь это всякие науки. Поэтому давайте я здесь напишу, что s больше 0, потому что для 0 мы это уже знаем. Отлично. И смотрите, что сейчас разумно сделать. Разумно суметь просто вспомнить, что такое число сочетания и уменьшить s на 1. Объясняем, откуда это получится. Там же есть k факториал. Посмотрите, когда вы пишете эту сумму, во-первых, если s больше 0, то можно считать, что k у вас бегает от 1. Здесь, смотрите, у нас есть n плюс 1 факториал, в знаменателе есть k факториал и n плюс 1 минус k факториал, да? В числителе k в степени s и минус 1 в степени k. Отлично. Так вот, господа, ради чего я написал s больше 0? Чтобы сейчас сократить. Видите, здесь k факториал, а здесь k в степени s. Я могу легко сократить на k. Согласны? Тогда останется здесь k минус 1 факториал. Так? И еще. n плюс 1 факториал, это n плюс 1 умножить на n факториал. Так? Значит, я могу переписать следующий минус. Осталось отсюда, только. Я могу n плюс 1 выменить к зажму. Потом я могу написать сумму k минус 1, в числителе стоит n факториал, в знаменателе стоит k минус 1 факториал и n минус k минус 1. Это то же самое, что n плюс 1 минус k, да? Здесь стоит k в степени s минус 1, и здесь еще стоит минус 1 в степени k. А вот теперь смотрите, нужно как-то использовать предположение минус. Вообще-то уже видно, что в некоторых случаях стало лучше. Вместо s стало s минус 1, это хорошо. Вместо n плюс 1 факториал, стало n факториал, это тоже хорошо. Но, смотрите, понимаете ли вы, что разумно в этом месте k минус 1 обозначен новой буквы? Или нет? Тогда от скольки до скольки будет вертеть новая буква? k бегло от 1 до n плюс 1, а k минус 1? От нуля до n. От нуля до n, конечно. Вот давайте прямо сейчас и сделаем. n плюс 1 вынеслось, это, кстати, хорошо, что вы вынеслись, это как-то должно быть. Здесь есть сумма. Какое-то число n уже бегает от нуля. n это k минус 1. От нуля до n. Здесь, ребята, число сочетаний из n по n. Обратите, пожалуйста, внимание. n факториал, здесь k минус 1 факториал, здесь n минус k минус 1 факториал. Это число сочетаний, то есть n по n. Отлично. Умножить на k минус 1, это l. Значит, k это l плюс 1. l плюс 1 в степени s минус 1. А здесь будет минус 1 в степени l плюс 1. Ну, к сожалению, пока еще выражение не то, что нужно. Потому что, если бы здесь было l в степени s минус 1, то мы бы уже сказали, что мы бы уже сказали, что по предположению дубцами все знаем. А здесь стоит более сложное что-то. Но вообще-то эти скобки раскрыть мы можем. Правда? Это называется бино унитон. Ну, так давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Что у нас? Назвучит n плюс 1 по-прежнему. Сумма. l пробегает значение от нуля до n. Как разлагается эта штука? Ну, это сумма некоторая. Это некоторая сумма. r пробегает значение от нуля до s минус 1. Число сочетаний из s минус 1 по r. l в степени r. Ну, и, естественно, надо не забыть вот это вот. Минус 1 и л плюс r. Так, всем порядка, что произошло? Да? Верно. Вот это называется бино унитон. l плюс 1 в степени s минус 1. Это сумма степени l с какими-то там кефициентами. Кефициенты это те самые числые сочетания. А теперь, смотрите. У меня же вот здесь вот. У меня здесь вот эта сумма. Я имею полное право переставить знаки суммирования. Почему? Потому что у меня независимо друг от дружки. l пробегает значение от нуля до n, а r пробегает значение от нуля до s минус 1. Давайте я это сделаю. Это будет уже последний удар. И все получится. Н плюс 1. Дальше будет сумма по r от нуля до s минус 1. Число сочетания из s минус 1 по r. Дальше пойдет сумма по l от нуля до n. Число сочетания из n по l умножить на l в степени r умножить на минус 1 в lt. И все это, господа, еще с минусом. Потому что здесь был l плюс 1. И все это еще умножить на минус 1. Вот. А теперь вы вспоминаете, что вот это выражение фактически у нас уже было по предположению нюкса. Согласны? Похоже. Что-то еще похоже. Давайте я покажу. Смотрите. Число сочетаний умножить на некоторую степень, здесь 5 степень, и на минус 1 степень, в которой. Сравниваем. Число сочетаний есть? Есть. Степень, там, s, t, вот здесь r, t. Но r у нас не больше, чем, по-моему, не больше, чем r смнус 1, так все хорошо. Вот. И здесь так. Чему это равно, когда s меньше, чем n плюс 1? Соответственно, s минус 1 меньше, чем n. Это просто нулю равно. Понятно? А если это равно нулю, то когда это будешь умножать на это, на это, что будет происходить? Ну, все равно. Уже все равно 0. Все, уже 0. И мы с вами доказали, что? Первый случай. Поняли? Мы с вами совершенно замечательно доказали первый случай. Когда s меньше, чем n плюс 1, у нас все наслелось в нулю. Я сейчас замолкаю. Мы должны доказать, по сути, вот эту теорему, что у нас при s меньше n, а вот это, то, что было на первой доске, будет при n больше s равна нулю при других остальных. Ну, не при остальных, а еще есть два значения, которые мы знаем, а следующие выписываются чуть сложнее. Да, и мы... Даже не чисто, потому что каждая следующая форма будет сложнее предупреждать, да? Попробуем доказать это с помощью индукции. Мы возьмем запас индукции, допустим. Единицу. n от единицы, значит, s, если s меньше n, то s это 0. И вот рассмотрим все три случая. Просто поставим n и s. И все получилось. А дальше мы должны доказать это же, посмотреть на это же, только с n плюс 1 вместо n. Мы превратим это число в сочетание, и мы его выбишем просто. Как? Не, не, не. Дальше мы вынесем n плюс 1 за скобку. Это здесь чуть-чуть, чтобы все вы увидели. Вынесем n плюс 1 за скобку. И у нас появится k минус 1. k минус 1. Факториал. Да, минус 1 факториал. k минус 1 можно заменить на другую переменную. Мы взяли за эту переменную l. Тогда значение l будет от 0, потому что 1 минус 1 это 0 в верхней границе. И n плюс 1 минус 1 это n. То есть значение l будет от 0 до n. И дальше заменим здесь k минус 1 на l. И у нас получится вот такой вот. Поняли? Да. Дальше нам нужно... Смотрите, у нас осталось всего две строчки понять. То есть вы уже три строчки поняли. Вот это нам нужно раскрыть скобки нужно. Если мы раскроем скобки, то получим вот ту сумму. И это все нужно будет умножить на минус 1 в 2 плюс 1 степени. И дальше... r плюс 1 степени записать по винову ньютона. Вот. Это понятно? Да. Число сочетания тоже расклепим. А дальше мы понимаем, что вот это вот... Дальше мы переставили порядок суммирования. Дело в том, что есть важная штука в математике. Если слагаемые как угодно переставить, то от этого результат не изменится. Поэтому, когда мы суммируем, не обязательно суммировать по l от нуля до n и потом по r от нуля до n. Можно наоборот. А, r мы взяли просто как число. Нет, мы не взяли просто как число. r возникло как переменное суммирование, когда мы перестали веном. r, g, это от нуля до s минус 1. Ну вот, у нас здесь s слагаемых, и там вот у нас n плюс 1 слагаемые. То есть у нас такая таблица размером s на n плюс 1. Ее можно складывать по строчкам, а потом суммировать, а можно складывать по столбцам, а потом суммировать. Это соответствует вот перемене. Поняли? Ну да. Да. И дальше мы понимаем, что вот это, это на самом деле первая с первой доски. То же самое. Так как мы рассматриваем случай, где n больше s, то вот этот сяк должен быть равно нулю. Значит, здесь можно заменить вот эту часть выражения на ноль. Значит, весь ответ будет ноль. Ну, так-то понятно, но просто сам, я бы, например, я думаю, ты тоже бы нижний садьбу. Хорошо, хорошо. Дело не в этом, да. Понял? Все, спасибо. Спасибо. Так. А вы понимаете, что сейчас надо сделать для того, чтобы завершить их отостивить ай? Два случая, да, еще. Когда s равняется n плюс 1 и когда s равняется n плюс 2. У нас в теореме исключительные случаи это вот здесь вот n, а здесь n плюс 1. Соответственно, n на единицу подросло, и у нас теперь n плюс 1 и n плюс 2. Согласны? Так, отлично. А тогда давайте посмотрим сюда. Вот, ребята, в какой момент мы пользовались неравенством про s? В самом последнем. Ну да. Вот до этого, вот пока, здесь мы сказали, что это ноль, потому что s меньше, чем n плюс 1. Соответственно, s минус 1 меньше, чем n. А значит, эта формула вообще-то и для s равного n плюс 1, и для s равного n плюс 2, эта формула что-то верна. Значит, я могу стереть промежуточное вычисление, просто потому что у меня на носке мало места. И переписать нижнюю формулу, подставив вместо s, ну в одном случае n плюс 1, в другом случае n плюс 2. Давайте начнем с n плюс 1. Так, поехали. Здесь вот у меня n плюс 1, так и перепишется. n плюс 1. Дальше. Сумма, все замечательно. Ноль меньше или равно r, меньше или равно... Так, вместо s я сказал, подставляю n плюс 1. Значит, меньше или равно n. Понятно, да? s от n плюс 1. Здесь будет число сочетаний из n по n. Так? Если s от n плюс 1. Здесь у меня будет... Давайте я коротко обозначу. Это наша функция от числа n и числа r. Понятно? И здесь еще будет минус 1. Да? А теперь вспоминаем. Господа, а чему равна f от nr? Вообще-то она почти все время равна другу. Помните? А вот от n, n, она вот такая. От n, n это минус 1 степенинт, минус 1 степенинт, минус 1 степенинт, минус 1 степенинт. Так? Смотрим сюда. Всегда, пока r будет маленькая, пока r будет меньше, чем n, Эта сумма будет чем? Вот это вот. Это будет ноль. Там будет единственный раз, когда это будет не ноль. Когда? Когда r равно n. Значит, я могу убрать там сумму, оставить, конечно, n плюс 1. Так, число сочетаний из n, b это единица, поэтому это не писательнт. Здесь будет минус 1 степени n умножить на n факториал и умножить на минус 1. Господа, это и есть то, что надо. Это и есть n плюс 1 факториал умножить на минус 1 в n плюс 1. Я победил? Кто пойдет, сделает ровно то, что я сделал для числа n плюс 2. Ну, на самом деле, все то же самое. Надо в право посчитать, ну и проверить, что для n плюс 2 вполне верно. Надо вместо s подставить n плюс 2. Без изменения остается n плюс 1. И мы нажаем на пункцию n плюс 2. Дальше некоторая проблема, состоящая в том, что сейчас не все f будут нули и даже не все, кроме одной. Смотрите, если r будет меньше, чем n, то это нули f от n, а в каком случае это будет не нули? А в случае, если n равно r или r? Правильно? Правильно. Если n равно r и если r равно n плюс 1. Два больших числа n и n плюс 1. И вот эти слагаемые мы должны спокойно писать отдельно. Итак, значит, смотрите, минус 1, давайте сначала напишем, минус 1, n плюс 1 туда же. Дальше сколько открывается? Чтобы эти слагаемые писать, сколько открывается? Да-да-да. И вот дальше, смотрите, сначала вместо r подставьте число n. Число сочетания из n плюс 1 по r вы должны знать. Это? Из n плюс 1 по n. Чему равно? Это? Сколькими способами? n плюс 1? n плюс 1, конечно. Из n плюс 1 предмета n можно выбрать n плюс 1 способ. n плюс 1? Да. Сколько перед n? Да. На n? Нет, функцию знаем. f от n, n это, помните, минус 1 в n умножить на n! n плюс 1. Правильно? Минус 1. Минус 1 в степени n умножить на n в степени n умножить на n в степени n. Было такое? Да. Было такое? Замечательно. Плюс. Скобку не скрывайте, специально для этого ее открывали. Да, плюс. Теперь надо вместо n составлять, вместо r подставлять n плюс 1. Тогда это будет 1. Да. А f от n, n плюс 1 это будет что? У нас два формулы. От n, n плюс 1. Попробуйте. n плюс 1 от n. От n плюс 1 от n. Минус 1 в степени n. Минус 1 от n. Н. Да. n в степени n. Да. n в степени n. Ну и дальше вот такая сумма еще. 1 плюс 2 и так далее. n плюс n. Да, да, да. 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 И вот видно скобку закрыть и скобку закрыть. Большая скобка закрыть. Отлично. Все видят, что внутри скобки есть n в степени n. Что будет, когда мы их вынесем за скобку? Останется n плюс 1 плюс… 1 плюс 2 и так далее. Н плюс n. А это как раз и есть сумма всех чисел от 1, n плюс 1. Так? Да. Все поняли? Да. Ну напишите все-таки для численности. То есть равно. Надо это равно, равно. И так. Минус 1 в n плюс 1. Это понятно, да? Потому что был минус и минус 1 в n. То есть минус 1 в n плюс 1. Да. Отлично. Нет. Минус 1 в степени. Показатель степени всегда пишут. Мелко. Не понимаете? Минус 1 и минус 1 в степени n. Минус 1 в степени n плюс 1. Потом действительно пойдет. Вот это вот число n плюс 1 умножилось на n факториал. Это будет n плюс 1 факториал. Скобка открывается? Да. 1 плюс 2 плюс 3 и так далее. Плюс n плюс 1. Многоточие. После 3 в степени. После числа 3 плюс. Так. Плюс n. Нет. Ну хорошо. Плюс n и плюс n плюс 1. Показатель степени. Спасибо. Так сказать. Идею поняли? Да. Хорошо. Ну, господа, значит, понятно, что это, что называется, проверка индукции. То есть, вы знали, какую форму вы доказываете, и вы подписали, подписали, у вас все получилось. В некотором смысле, вот такого типа индукционные доказательства не проясняют смысл. Потому что, ну, это, конечно, замечательно, что мы вот понимаем, что такая формула есть. Но причина, а почему же там ноль? Понятно, да? Ну, иногда бывает, что на это понятие не скажешь. То есть, вообще индукция – это очень мощный метод, замечательный. И очень часто бывает, что по-другому просто никак не объяснишь. Но, к счастью, бывает довольно много случаев, когда ситуацию можно по-настоящему прояснить и добиться, ну, что называется, абсолютной четкости, абсолютной ясности. Продолжение следует...